привет был у меня mi band 2 год тому назад и не зря вы сейчас видите море там он где-то и остался носимый гаджет решил если уже брать то сразу четвертый и вы знаете разницу я ощутил вот так бывает когда берешь через одно поколение будь то смартфон или браслет забегая наперед скажу что уже успел им попользоваться и расскажу о своих впечатлениях от распаковки и до использования блин он не понравился как видите коробка стала более продолговатой и конечно же все стильно это глобальная версия которую я заказал за 38 долларов но как стало известно что и в китайской версии появляется русский язык браслет обновляется и все единственное что я слышал что в китайской версии есть еще алипей если делать свайп для быстрого доступа включая плеер как это делаю сейчас я влево и вправо открывается управление музыкой а на китайце при свайпе справа налево вылазит китайское приложение алипей что конечно может немного парить но разница в цене тоже есть китайскую версию можно взять уже менее 30 долларов где брал ссылку оставлю в описании там можете глянуть цены сейчас вот так выглядит упаковка внутри ну и сам браслет нифигашеньки пока не видно на улице тут у нас уже инструкция но читать ее я конечно не буду тут же у нас зарядка не такая как было ранее такая себе ванночка с контактами для ми бэнда как видим буквы ц и е указывающие что это глобалка на китайском браслете их нет вот и все отличия тут продавец и пленку положил ради интереса на клею чтобы посмотреть как будет с ней да и вам показать получилось вот такая дичь которую нужно разглаживать пленка гидрогелевая саму капсулу я пытался вытолкнуть вверх сначала но хрена с 2 она очень плотно там сидит нужно немного растянуть ремешок и толкать вниз приложение mi fit качаю с play market а она еще надеется обнаружить у меня mi band 2 в общем нашел браслет он завибрировал подтверждаем и все потом еще активировать нужно готово тут же сразу приложение обновляет браслет и на этой фазе китайская версия получила бы русский язык на улице я заметил что видимость из коробки хреновая и как я и думал что в настройках браслета есть возможность повысить яркость настройки функции в принципе море но я вам расскажу самые главные по порядку переносимся на четыре дня после получения во первых сниму ка я вот эту вот хрень четыре дня а пленка уже как будто слегка пожеванная однозначно портит всю красоту и иногда если делать свайпы сбоку неприятно палец цепляется за нее в общем так то уже совсем другое дело итак первая и самая востребованная функция это конечно же часы причем часы с отличным ярким экраном с отличной видимостью на солнце причем водонепроницаемые но конечно в сауне советую снимать с офигенной автономностью около 20 дней показывают время дату и шаги причем дисплей можно кастомизировать циферблатов будет все больше и больше но из тех которые сейчас есть могут понравиться разве что китайцам и детям так что я оставил красивый стандартный дисплей с красивым кружком меня все устраивает сначала насторожила что браслет больше ми бэнд 2 который я носил но данный браслет абсолютно не мешает и при этом он легкий 22 грамма можно просто забыть что он есть на руке дальше что очень не хватало предыдущих версиях управления музыкой можно прямо на ходу увеличить или уменьшить громкость нажать на паузу переключить трек будь то проводные bluetooth наушники или даже bluetooth колонка как в моем случае по моему удобная фишка уведомление не приходят уведомления свайбера фейсбука даже алиэкспресс настройках можно выбрать приложение от которых вы хотите их получать также когда вам поступает звонок через три секунды он начинает вибрировать показывая имя звонящего можно сбросить вызов или отключить звук но если вы на учебе или совещание например тоже удобная фишка функция найти телефон вот нет наверное такого человека который бы не искал по дому свой смартфон и мало кто не матерится при этом с mi band 4 это в прошлом нажали и он противно так и громко пищит что даже в шумном месте его слышно это по моему самые крутые и востребованные функции для 90 процентов людей но это далеко не все фитнес браслет все же потому пройдемся по меню от начала и до конца управление удобное свайпами статус это то сколько хозяин находил за день и потратил калорий жаль только не показывает сколько хозяин сожрал ведь можно весь день ходить бегать а потом съесть целую пиццу и считайте вы не тренировались так к сведению следующее у нас пульс я замерял вручную и скажу что он реально точно показывает пульс также при тренировках может предупреждать когда пульс например выше уже чем надо ночью тоже мерять чтобы точнее измерить фазы сна тренировка бег на улице дорожки на велике пешком даже качалочка и уже даже бассейн он же водонепроницаемый с хорошей степенью защиты выдержит 5 атмосфер давления погода тоже классная функция можно посмотреть на 4 дня вперед а тут у нас можно посмотреть последнее уведомление тут же у нас будильник секундомер таймер настройки ну все очень интуитивно понятно и просто в самом приложении мифит с которым браслет синхронизируется можно посмотреть сколько вы спали я чуть маловато сегодня фазы сна и пробуждение отсюда же можно запустить тренировку если зайти в настройки браслета тут их тоже множество в том числе можно выбрать много приложений от которых хотите получать уведомления на браслет можно даже установить пароль на браслет на случай если вы его потеряете как я свой mi band 2 в прошлом году то что я в нем вижу сейчас могу уверенно рекомендовать к покупке данный гаджет себе или на подарок кому для тренировок а большинству как клевые часы которые измеряют пульс шаги показывают уведомления звонки погоду ищут телефон управляют музыкой ну прикольно же я тут думаю что нужно немного подсушиться пойду в качалочку и через месяц расскажу что с этого вышло сколько ушло и что показывала браслет при этом в общем месяц или даже полтора использования будет так что интересно жмите на подписку и колокольчик а в следующем видео будем смотреть на клёвый гаджет от сяоми mi 9t на 128 гиг глобалку я надеюсь что клёвые ведь критика тоже будет а пока прощаемся на несколько дней всем до скорого друзья